Где уже тепло? МИАС входит в отопительный сезон. Официальное начало сезона 1 октября, но уже сейчас подключили некоторые социальные объекты – школы, детсады, больницы. На улице Готвальда в поселке Динамо продолжаются ремонтные работы на теплотрассе. Но беспокоиться жителям не стоит, тепло подадут в срок. На улице Готвальда продолжается капитальный ремонт теплотрассы. Задача – поменять трубы и запорную арматуру. Общий объем работ – более километра трассы. Но начало отопительного периода – 1 октября. А это уже ближайшая суббота. Жители поселка Динамо переживают – уже холодает. Дадут ли тепло в срок? Ну, побыстрее. Ребенку-то холодно. И дома, и в садике, и в школе. И терпением. Ну, холодно. Но нормально еще пока терпимо. Ждем. Отопление очень холодно. И воды нету, и ничего нету. Все раскопали. Не знаю, когда сделают теперь. В администрации города успокаивают. 1 октября отопление должны подать. В том числе и в поселке Динамо. Все ремонтные работы, которые касаются запуска отопления, закончат до 1 октября. Значит, после 1 октября приступим к теплоизоляции. Ну, к тем оставшимся работам, которые не будут влиять на отопительный период. В активной фазе и работы в поселке Ленинск, сообщает первый замглавы. Они тоже будут закончены в срок. В социальные объекты округа уже подают тепло. Не решен вопрос в школах 23 и 73, в садиках Ленинска, поселках Хребет, Сырастана и Атляна. А в школе и садике Новоандреевке, где температура не соответствовала никаким нормам, тепло появилось буквально накануне. В этом году температура в школе и в садике достигала 9-11 градусов. То есть температурный режим не соответствовал никаким санитарным нормам. Было принято решение начать отопительный сезон. Сейчас температура в классах выше 20 градусов, в садике 22. Подключение всех социальных объектов остается под контролем администрации и главы Миасского городского округа. Ирина Горностаева, Юрий Карпов, ОТВ Миас. Несколько раз в минувшие дни бойцы поисково-спасательной службы Миаса экстренно выезжали на поиски потерявшихся в лесу. Люди отправляются за грибами, неподготовленными. Зачастую переоценивают свои силы. Единственным средством спасения для них становится звонок в единую диспетчерскую службу. Но некоторые любители даров природы не берут с собой даже телефон. О нелегкой работе спасателей в грибной сезон расскажет Валентин Ефимов. Нина Давыдова, жительница Миаса, знает практически все грибные места в округе. Заядлый походник и ведущая клуба путешественника, Нина со своей группой исходила все леса и горы в близлежащих национальных парках. Огромный опыт ориентирования и знания навыков выживания получила еще от родителей в семейных походах. Всегда бери с собой больше двух человек. Это основное правило, которое определяет Нина для всех, кто отправляется в лес или в прогулку по горам, даже тем, что располагаются в шаговой доступности. Товарищи могут помочь в случае травмы, да и в большой компании вероятность паники в случае ЧП маловероятна. Единственный раз, когда Нина поняла, что такое паника в лесу и почему она опасна, произошел год назад. На одном участке, два на два буквально, ходишь по кругу, ходишь, 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 потому что опята и в траве, и на пеньках. У меня были большие сумки, два пакета. Я их поставила на полянке и начала вокруг пакетов ходить. И обнаружила, что я заблудилась. И только спокойствие помогло, только спокойствие. Успокаиваешься, начинаешь вспоминать, узнаешь какой-то пенек, где ты уже прошел. И так я и вернулась на исходное место. Буквально в десяти метрах. В случае с Ниной Давыдовой все обошлось благополучно. Опыт школы туризма помог, но так происходит не всегда. Большинство заблудившихся людей, поддавшись панике, могут блуждать по лесу сутками, буквально в километре от населенного пункта. МИАСКИ поисково-спасательный отряд областной службы только за прошедшую неделю принимал участие в поиске семи человек. В этих случаях все обошлось благополучно. Некоторых спасателей смогли вывезти из леса, консультируя по телефону. Телефон и компас – это минимум, который должен брать с собой грибник для собственной безопасности, рекомендуют спасатели. Кто пойдет в лес с компасом, за грибами? Я же не потеряюсь. Теряются. Это благополучно, это нормальное явление. Человек потерялся. Там же нагнулся за грибом, обошел вокруг куста, все, по сторонам света уже человек потерялся. Основная причина такого количества обращения в службу спасения – паника. Об этом говорят сами спасатели. Существует четкое правило, что нужно просто остановиться, передохнуть, выдохнуть, оценить свои возможности, ни в коем случае не поддаваться панике. Тогда будет все хорошо. Ну и рекомендуем ходить не по одному, а группой, как минимум два человека, для того, чтобы не поддаться панике и поддержать друг друга. Собираясь в лес, помните о простейших правилах экипировки, и ваш поход завершится благополучно. Собой обязательно возьмите воду для питья, нож, спички, фонарик. Одевайтесь по сезону, с учетом возможных осадков. При этом одежда должна быть яркой, заметной издали. Непременно предупредите родственников о том, куда и насколько вы отправляетесь. Особо бдительным нужно быть тем, кто идет в лес один. Время от времени оглядывайтесь по сторонам, запоминайте ориентиры. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. Английский язык для межкультурного общения. Студента из МИАСа позвали в гости иностранного друга. Встреча прошла в формате интеллектуальной конференции. Ее цель – распространение уникальных идей, практик английского языка и культурный обмен. Джереми Альбертелло, участник программы TEDx и один из создателей успешной образовательной программы «Клуб идей» в Аргентине, считает главным в своей миссии – делиться знаниями. Мы пытаемся продвинуть новую концепцию образования. Которая сейчас с успехом применяется в Аргентине. Ну и, конечно, я хочу узнать как можно больше людей и поделиться с ними знаниями, в том числе с ребятами из России. В МИАСе Джереми пробудет всего несколько дней. В презентации своего проекта в стиле TED по эмпатии в образовании и науке, Джереми рассказывает, как не попасть во власть эмоций при продвижении своей идеи, если она является вашей страстью. Или наоборот, как правильно вставать на место другого, корректно давать обратную связь. Но главной причиной приезда иностранного гостя стало желание помочь миасским студентам в освоении английского языка. Джереми мы пригласили в партнерстве с сообществом искусством изучения английского языка. Оно называется Artful English. Они предложили нам это взаимодействие, и мы с большой радостью согласились. Для многих студентов эта встреча стала полезной. Желание развиваться и двигаться вперед в изучении иностранных языков помогает преодолевать не только языковой барьер, но и частные проблемы общения с другими людьми. Во-первых, для того, чтобы развить навыки общения на английском языке. Во-вторых, научиться общаться друг с другом, с коллективом, с неизвестными людьми. Интеллектуальный интерактив с участием иностранных гостей организован программой образования Artful English – искусство общения на английском. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. МИАСские спортсмены вновь доказывают свое первенство в большом спорте. В очередной раз отличилась МИАСская школа скалолазания. С 14 по 18 сентября в Париже состоялся 14-й чемпионат мира по скалолазанию. Российские спортсмены общими усилиями завоевали 7 призовых мест. 5 в личном зачете, 2 в команда. В соревнованиях на скорость половина всех медалей досталась нашим соотечественникам. Особое место среди них заняла скалолазка из МИАСа Елена Красовская, ставшая самой юной чемпионкой мира в многоборье. 14 сентября столица Франции. Более 500 скалолазов из 53 стран мира доказывают свое первенство в трех направлениях – скорость, трудности, болдеринг. Последняя представляет собой серию коротких и предельно сложных трасс. Комментатор одного из самых масштабных спортивных событий Европы на ломаном языке выговаривает имя Лены Красовской. В этот момент никто из телезрителей не подозревает, что перед ними показывает чудеса кроватики будущая чемпионка. Победитель первенства Европы 2015 года в скорости – серебряный призер первенства мира 2015 года в болдеринге Елена Красовская. 16-летняя воспитанница Вячеслава Горелова и Алифтины Цверенко стала самым юным чемпионом мира в многоборье. После небольшой передышки вновь тренировки. На одной из них мы и застали спортсменку. Сегодня Лена с улыбкой вспоминает время, когда она впервые попробовала себя в качестве скалолаза. Ездили как раз вокруг Тургайка на велосипедах. Там на той стороне был лагерь из Челябинска или откуда-то. И построили маленькую стеночку, чтобы люди лазили. Ну, любительские или что. И как бы мы попросились. Нам сначала не хотели пускать, но все-таки разрешили чуть-чуть полазить. И как бы понравилось. Оказалось, что здесь есть скалолазная секция. Вот, и мы пошли записались. И как-то, я не знаю, понравилось. И никакой мысли уходить отсюда не было. Небольшой скалодром, где тренируется спортсменка, располагается на спортивной площадке северной части города. Помещение скалолазам приходится делить вместе с легкоатлетами, волейболистами и баскетболистами. В тесноте, но с результатами, шутит тренер Красовской Алифтина Цверенко. В разговоре с нами заслуженный тренер России рассказывает. Сегодняшней победе предшествовал огромный труд. Ну, во-первых, проучаствовали нынче на чемпионате России. Но его не докончили, потому что нужно было ей сдавать экзамены в девятом классе. Приехала, сдала все экзамены на отлично. И мы этому порадовались. И сразу же поехали на Кубок Европы юношеский в Варшаву. Там она заняла третье место. Нужно было готовиться на всех соревнованиях. Поэтому мы это лето с ней или были в Европе, готовились, или в Москве. У Елены четверо братьев, которые тоже увлечены спортом. В семье чемпионки подобный образ жизни воспитывается с малых лет. Но, как рассказывает нам мама Елены, Ульяна Красовская, никто никого не принуждает. Детям нравится положительный пример родителей и успехи сестры. За этим заложен труд. То есть такого не было, что девочка лежала на диване, вдруг встала и пошла всех победила. Нет, это был, конечно, труд. Труд был очень колоссальный, и награды были заслужены. И, конечно, они ей нравились. Потом ей перестали нравиться вторые и третьи места, стали нравиться только первые. Потому что она трудилась. И она желала за свой труд получить, соответственно, высокую оценку. На чемпионате мира, который принес Елене заслуженную награду, Россию представляли более 30 спортсменов. По итогам чемпионата «Миасская скалолазка» стала самым юным чемпионом мира в многоборье. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ «Миасс». Мед и сладости, рыба и пряности – это и многое другое привезли продавцы со всех уголков России. Посмотреть, попробовать и приобрести нужные, вкусные и полезные продукты можно перед Дворцом культуры автомобилестроителей на ярмарке. Здесь можно приобрести все – конфеты, печенье, халву, рыбу, мясо, полуфабрикаты, носки, обувь и даже красивые платья. Перед Дворцом культуры автомобилестроителей открылась универсальная выставка продажа. Здесь вы можете закупить продукты к повседневному и праздничному столу. Каждый найдет здесь себе вкусную рыбу по вкусу. Продавцы везут ее с Камчатки. Мы привезли с Дальнего Востока, с Камчатки, рыбу. Нам отправляют специальными контейнерами, специальная контора, которая очень серьезная и очень долго работает. И самая свежайшая вся продукция едет оттуда уже в готовом виде. То есть это как чавыча, корюшка, алюторка, селедка такая очень крупная, вкусная. И очень много разновидностей всякой рыбы. Нерка, кижуч, белорыбец и так далее. Икра есть очень хорошая. На выставке продажи вы также сможете приобрести натуральный мед с башкирских и уральских пасек. Цветочный, с прополисом, с подсолнечником, донниковый, с липой. Эти и другие сорта меда помогут вам при простудных, сердечных заболеваниях, снизят или наоборот повысят давление. А еще для тех, кто заботится о своем здоровье, на ярмарке представлен огромный выбор изделий из натуральной шерсти. Представляем продукцию, валеную продукцию, носочки и валенки. Мы сами производители. Закупаем шерсть в экологически чистом районе Кабардино-Балкарии или Черкесии. Вяжем, валяем, все сами делаем. Представляем вот такую продукцию, очень хорошую, экологически чистую. На выставке продажи любую продукцию перед покупкой можно продегустировать. Это большое преимущество ярмарок. Продавцы универсальной выставки продажи ждут всех перед Дворцом культуры автомобилестроителей 27 и 28 сентября с 10 до 19 часов.